Это официальный разговор. В студии работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте. Сегодня работаем на форуме «Украина-30». У нас в гостях бывшая глава государственной регуляторной службы, а сегодня член Совета по развитию малого бизнеса при президенте Украины Ксения Ляпина. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Малый и микробизнес почти стабильно держатся на уровне 50 миллиардов долларов в год и традиционно составляют 10-15% ВВП. В то время, когда 70% – это основной взнос среднего и крупного бизнеса, который потерпел падение в 2013-2015 годах почти вдвое. Тенденция такова, что у микробизнеса растет занятость, а у большого падает. Почему и какие будут созданы механизмы содействия развитию малого предпринимательства в Украине, расскажет член Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте Украины Ксения Ляпина. Малый и средний бизнес. Что он сегодня приносит государству? По-разному. То есть малый и микро – это очень маленький вклад, 10-15% традиционно в ВВП. Средний составляет основной взнос ВВП вместе с большим. То есть 70% – это большой и средний, там 15-20-25% в разные годы по-разному – это малый и микро. А зато в занятости совершенно другая картина. В занятости малый и микро – это половина занятости во всем бизнесе Украины. То есть основным работодателем начинает становиться малый и микро. Причем тенденция очень четкая. Большой бизнес, количество нанятых сокращает. Это видно там за 10 лет, абсолютно четкая тенденция. У него растет эффективность. Эффективность растет за счет использования технических средств и за счет сокращения занятости. Куда же идет эта занятость? А вот эта занятость – это же люди, это не просто показатель абстрактный. Это конкретные люди со своими компетенциями. Вот эти люди выбрасываются, условно говоря, на рынок. И вот они как раз и составляют основной рост занятости в малом и микробизнесе. Причем как нанятыми работниками, так и самостоятельными ФОПами. Многие из них начинают свою предпринимательскую деятельность. Чем отличаются малый и микро от большого и среднего? В первую очередь компетенциями. Вот микробизнес – это альтернативная занятость. Человек не получает особых прибылей, но в то же время человек имеет стабильный доход. И он себя самообеспечивает. Работает сам себе. Он сам создает себе рабочее место. Он сам себе и менеджер, и бухгалтер, и юрист, и все остальное, что необходимо для обеспечения субъекта хозяйствования в Украине. Как вы понимаете, естественно, эта компетенция не может сравниться с компетенцией юридического управления в каком-нибудь заводе, или отдела кадров, или бухгалтерии отдельной. То есть это значительно более низкие компетенции, для которых и нужно создавать регуляции более простые и более доступные. Какие сегодня две самые большие проблемы малого и микробизнеса? Излишние регуляции. А что именно нужно сократить? В первую очередь упростить трудовое законодательство. Что именно? Ну, убрать бюрократию. То есть, сохранив права наемных работников, которые сокращать, очевидно, нельзя, нужно сократить бюрократию. Ну, например, график отпусков, да? Графики, не только же отпусков. Существует график рабочего времени, график отпусков. Существует куча приказов, которые надо выдавать. Существует необходимость за три дня до начала отпуска выдать отпускные, иначе идет штраф. В то время как ваш работник, когда у вас отношения фактически химийные, да? То есть вы в среднем один, полтора работника у микробизнеса, там может быть полтора-два. То есть представьте себе, ваш работник приходит и говорит, вот горящая путевка, мне завтра нужно уезжать. А вы ему говорите, нет, дорогой, государство защитило тебя так, что ты уедешь через три дня, когда твоя путевка уже давно сгорит. И ввести какие-то новые электронные способы, чтобы предприниматель и работник могли вместе просто этот договор, например, модельный заполнить, вставив необходимые параметры, подписать электронной подписью и забыть. И тогда бы автоматически во все необходимые фонды пошло сообщение о том, что такой наемный работник принят на работу, приступил к работе, все-все-все, всю эту бюрократию. А не получится так, что мы просто бумажную волокиту переведем в электронную волокиту? Возможно, этого делать нельзя, это возможно, но делать этого нельзя, поэтому мы и говорим о том, что этот договор должен базироваться на сокращенном количестве параметров. То есть многое из того, что сегодня есть в бюрократии, убирается. Остаются только ключевые вещи. Это зарплата, это условия работы, потому что многие рабочие места требуют каких-то отдельных специальных условий. И это возможный график работы. То есть когда, например, работник соглашается, что он будет работать после обеда и до восьми вечера, например. Это нетрадиционный рабочий день, но тем не менее работнику почему-то так лучше. Ну, например, с утра ухаживает за ребенком, потом освобождается и так далее. Вторую проблему, которую предлагает решить наш совет, это проблема смягчения требований законодательства о рыночном надзоре. Это новое европейское законодательство, которое Украина взяла на себя обязательство внедрить. Это правильно, оно защищает права потребителей. В общем, превентивный способ защиты прав потребителей. Это когда есть технические регламенты, в которых устанавливаются требования безопасности. И продукция на рынке, любая продукция на рынке, где бы она ни взялась, она должна соответствовать этим требованиям безопасности. Но вот интересный момент. Сам закон написан так, что даже если твоя продукция вовсе не есть вредная и соответствует требованиям, но у тебя нет каких-либо сопровождающих документов, то ты уже виноват. Хотя не для этого писался закон. Закон и европейская норма концентрируют внимание именно на опасных товарах. То есть если уж товар введен в оборот хозяйственный какой-то опасный, тогда да, тогда наступает ответственность, штрафы и все остальное. А если у тебя просто нету каких-то документов, но товар соответствует требованиям, он безопасен, то ответственности нести, в принципе, не должен. И к введению кассовых аппаратов. И к введению кассовых аппаратов. Вы сегодня заявили, что это лоббируется средним бизнесом. Это лоббируется организованным ритейлом. Понятны причины почему. В 2013, 2014, 2015 году был очень сильный кризис, было падение существенно. Средний бизнес упал за эти несколько лет в два раза объем реализации. Понятно, и они еще не возобновились. В то время как малый и микро упал немного, но уже возобновился. И не настолько фатально, не в два раза. И малый и микро как бы работает в тех же сферах, в первую очередь, потому что основное место, вернее, как не место, а основное сегодня контингент малого и микро – это торговля. Вот в торговле он пока, в общем, довольно успешно работает. О чем говорит микробизнес? Фискальный кассовый аппарат – это огромная бюрократия, которая требует значительных затрат и которая вообще никому не нужна. То есть на самом деле это просто ухудшает, удорожает работу микробизнеса, создает дополнительные крючки для налоговой и не решает проблем, которые задекларированы. То есть не борется с контрабандой, не борется с уклонением. Более того, вот сейчас есть ряд торговых сетей, которые дробятся на микробизнес. Они все с РРО и очень успешно с РРО. Почему? Потому что вот он дошел до своего объема, там, 5 миллионов, сегодня же подняли объем для микробизнеса, для второй группы упрощенной системы налогообложения, которая используется в основном в торговле, 5 миллионов гривен годовой объем. Создаются 20 ФОПов, 30 ФОПов, по 5 миллионов. Пару месяцев поработал, 5 миллионов дошел, у тебя РРО, все учитывается, все. Поменял ФОПов. Скажите, кому-то от этого легче стало, это победило что-то, это победило контрабанду, это победило уклонение от налогов, ничего подобного. Налоговая оптимизация при этом сохраняется. Поэтому, на наш взгляд, это просто неэффективный способ, который дорогой и который не решает никаких проблем. Поэтому мы считаем, что нужно вернуть все в нормальное русло. То есть, нужны ли способы борьбы с уклонением? Конечно, нужны. Но эти способы должны быть эффективны, другие, чем предлагаются с помощью тотальной фискализации. Спасибо за эту беседу. Это был официальный разговор. С нами была Ксения Ляпина, экс-глава государственной регуляторной службы и член Совета по развитию малого бизнеса при президенте Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова